здравствуйте товарищи начинаем очередную анти коронавирусную лекцию тема сегодняшней по курсу социальная философия для конфликтологов это общественной экономической формации это интересная тема и очень глубокая тема все слышали что есть такое понятие как материализм который сводится к тому что вот первично материя вторично сознание все знают наверное или слышали что есть диалектический материализм это значит что применяется диалектика вот в процессе познания мира с материалистических позиций но вот одно дело познавать мир который представляет собой как бы мир за рамками человека физический химический и так далее а другое дело это познавать общество надо сказать самый выдающийся представитель философии части диалектики георг вильгельм фридрих он пробовал напрямую применить диалектику для решения общественных проблем напрямую то есть применим диалектику и тогда получим и получился ерунда есть такая книга у гегеля лекции и философии права вот по этому поводу маркс написал книгу критика гегельской философии права где показывать что в гегеле не получилось применить диалектику к общественным явлениям потому что он стоял на идеалистических позиций и в результате у него получилось оправдание реакционного русского государства вот неправильное понимание свободы и так далее так что тот кто думает что он стал на позицию материалистической диалектики теперь может рассуждать об общественных вопросах он может также рассуждать как гегель рассуждал вот но и правильным выводом не придет потому что для того чтобы рассуждать на темы связанные с развитием общества надо довести материализм до материалистического понимания развития общества а вот эту задачу решили маркс и энгельс когда они стали на позицию признание того что определяющим во всей человеческой истории является производство и воспроизводство материальных благ вот до сих пор еще как эти люди спорят спорят на тему о том что важнее что нужнее хотя известно что мамы всякие нужны мамы всякие важны поэтому это неправильный вообще спор там о важности или неважности если это общественно необходимо то общество развивает все виды и отрасли своей деятельности но все равно встает вопрос а что лежит в основе что является основанным и это две большие разницы а в основе говорили маркс и энгельс лежит производство и воспроизводство материальных блок надо усвоить одну простую вещь для того чтобы читать лекции по скайпу или смотреть эти лекции для того чтобы не просто иметь компьютеры для того чтобы эти компьютеры могли быть пущены вход надо сначала есть пить и одеваться и иметь кровь над головой поэтому вот обратите внимание на характерный характерную картину распределение всяких мер по борьбе с коронавирусом несколько тех кто материальным производством занят и тем там где непрерывное производство но вы работаете как работали и все и никто о них не пишет не говорит моих знать не знаю не не в этом не выступают об этом не говорят речи люди просто приходят на работу и работают как всегда есть у них там повязки нет у них повязок какие там особые меры применяется на никаких особых мер если человек просто сидит в соответствии с указом президента дома и не на удаленной работе а просто сидит дома ему платят зарплату а если он вообще работает как всегда еще более сложных условиях и с риском для жизни и здоровья ему тоже платят самую одинарную заплату хотя надо поплатить вдвойне и втройне поскольку он нас в данном случае на переднем крае и он продолжает выполнять свои общественные функции необходимые для существования не его потому что все кто работает они благодаря тому что они так или иначе работают они получают материальные блага одни зарплату а другие работа которых состоит в том чтобы получать прибавочную стоимость получать получать прибавочную стоимость прибыль и вот так сказать когда им говорят что надо сейчас платить зарплату они увидели что можно особенные не платить для них это золотое дно поэтому они со всех сторон плачут что как плохо у нас нет денег на зарплату хотя мы знаем что они живут не в таких домах как мы с вами есть какие-то не ту еду как мы с вами и отдыхают не в тех местах где мы с вами и поэтому рассказывать нам что у них нет денег это рассказывает нам сказки которые могут поверить только маленькие дети потому что у нас такой уровень социального неравенства в стране при капитализме что совершенно нет не одинаково так сказать организована жизнь людей одни живут от зарплаты до зарплаты одни живут от миллиона до миллиона другие живут от миллиарда до миллиарда и они очень страдают когда вдруг их собственность осенивается уже не в такое количество миллиардов вам меньше и все есть игрой который идет на фондовом рынке финансовом рынке так вот и сейчас мы наблюдаем это что является определяющим понятно что кто обеспечивает жизнеобеспечение кто трудится над жизнеобеспечением общества он трудится как всегда и только ему труднее и сложнее но это так сказать общая посылка и с этим все согласятся для того чтобы заниматься наукой искусстве искусством для того чтобы быть художником композитором музыкантом что для этого нужно нужно есть пить одеваться иметь крышу над головой что в основе всего общественного существования и развития лежит производство и воспроизводство материальных благ ну а как вот это примените вот эту мысль этот тезис к тому чтобы показать как развивается общество для этого нужно было разработать специальную теорию потому что если у вас просто есть такая предпосылка но с вами все согласятся покивают головой но и никакой теории отсюда не получается а вот маркс энгелес не просто взяли такую материалистическую предпосылку а они решили построить картину развития человечества основанную вот на признание этого основополагающего утверждения что в основе общественного производства во всего общественном развитии лежит материальное производство поэтому вот то что мы рассказывали в прошлый раз является можно сказать форма реализации этой мысли что общественное бытие определяет общественное сознание общественное бытие определяет общественное сознание и казалось бы мы это в прошлый раз на этом останавливались посвятили этому целую лекцию разорвались что первично общественное бытие и что оно определяет общественное сознание и что это не тождественно такому утверждению как бытие определяет сознание, где не определяет сознание. Вот человек, писал Маркс в маленькой такой работе, которая предшествовала большой-большой работе Маркса Энгельса немецкая идеология, вот она буквально содержит три странички и в этой маленькой работе. Из Айфербахи Маркс подчеркивает, что отдельный человек есть продукт обстоятельств и воспитания. То есть думать, что ваш характер, ваши взгляды, ваши мысли, ваши идеи определяются сугубо тем, что вы ели, где вы спали, в каком доме вы живете, на севере или на юге вы обитаете и так далее, это грубые искажения исторического материализма. Это положение о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, относится не ко всем поодиночке, а к обществу в целом. Если мы говорим об обществе в целом, то общественное бытие определяет общественное сознание. А как развивается общество в целом? Так вот плавно развивается без скачков, без изменений. А вот у Гегеля в науке логики, если вы возьмете раздел учения о бытии, имеется такая теория скачков и узловой линии отношения мира. Он показывает, что вот при изменении количества, которое является определенностью, такой, которая безразлична к изменению, вроде бы. Ну вот бывает, больше, больше, больше. Ну, допустим, человек, он может крупнее, крупнее, полнее, полнее, но есть граница. Раз, и уже это у него не то, что он могуч и силен, и здоровяк. А это, скажем, что он больной, потому что он еле-еле переступает, потому что он носит необыкновенный груз на ногах. Вот, и он болеет, у него начинает болеть сердце, оно не справляется с такой нагрузкой. Легкие плохо работают и прочее. То есть переходит количественное изменение в качественные. Вот, получили мы новое качество, а дальше может продолжаться изменение количественное. Ну, вот если брать физический такой пример, брать воду и начинать ее нагревать из состояния льда, то есть из свёртого состояния, она перейдет в состояние жидкости. Если дальше ее нагревать из состояния жидкости, она перейдет в состояние пара. Есть такое понятие, как перегретый пар. Если вы будете продолжать нагревать этот пар, он не просто будет очень горячий, а начнут распадаться молекулы. И когда распадаются молекулы, уже это будет что? Это уже будет не пар, это уже будет не газ, это уже будет плазма. Когда, так сказать, вот мчатся разогретые отдельные атомы и уже молекулы распались. Ну, вот, например, если вы представляете, как строятся могучие огромные корабли, скажем, ледоколы, нужно резать вот такой толщины металл. Огромной толщины. Или такой. Представляете, нос ледокола. Какие там надо делать операции. Если вы будете резать пилой, вы сто лет будете пилить. Поэтому для этого существует аппаратура плазменной резки. Вот этой плазмой, которая имеет многотысячную температуру, разрезается сталь. Очень легко. И быстро. И точно. Ну, для этого существует соответствующая аппаратура, соответствующие механизмы, соответствующие машины. Плазменные резки. Это, что называется, то, что мы сейчас рассмотрели. Разные состояния, да, природные. Это твердое состояние вещества, жидкое состояние вещества, газообразное и плазменное. Вот все, что нам с вами известно. Ну, и это относится к самым разным предметам. Одни имеют низкую температуру плавления, другие высокую температуру плавления при переходе из твердого в жидкое состояние. Вот. Есть такие металлы, которые очень высокую имеют температуру плавления. Но для всех вот характерна эта узловая линия отношения и меры. А что такое мера? Это единство, качество и количество. Когда вот количество одного и того же качества очень сильно превосходит известную меру или меру. То есть, то количество, в котором она еще сохраняет данное состояние, совершается скачок. А что такое скачок? Скачок – это перерыв постепенности. Вот я на экзамене буду спрашивать, а что такое скачок? Вы скажете, ну, это когда люди прыгают или скачут, так сказать, на конях. Это все скачки. Ну, вообще, что такое скачок? Перерыв постепенности. Не плавное разведение, не плавное движение, а перерыв постепенности и сразу увеличение или уменьшение там в несколько раз. Вот тогда мы говорим о скачке. Значит, Гегель назвал эту картину изменения качества при изменении количества, скачкообразное изменение качества. Узловой линии отношений меры. Что вот, если мы наблюдаем развитие и природе, мы наблюдаем узловую линию отношений меры. А Маркс и Энгельс, вот эту узловую линию отношений меры, они установили для общества. И в соответствии с этой узловой линией отношений меры, если будут развиваться производительные силы общества, то не просто будет выше производительная сила труда, вырастет производительность труда, больше будет продуктов, больше будет домов, будет больше хлеба, будет больше овощей, фруктов и так далее. Позднее будет больше книг, больше картин и прочее. Но будет происходить следующее. Будет на известном этапе развития производительных сил осуществляться скачок. А что такое производительные силы? Производительные силы – это, во-первых, рабочие, трудящиеся, это человек, который непосредственно производит материальные блага, но если все вместе взять, это люди, которые производят материальные блага непосредственно, не те, которые им помогают, указывают, контролируют, регулируют, управляют, а те, кто непосредственно производит материальные блага, те, у кого материальные блага являются непосредственным результатом его труда. И труд в политико-экономическом смысле является такой деятельностью, которая непосредственно производит материальные блага. Есть труд в широком смысле, тогда любая полезная деятельность – труд, труд фарикмахера, труд учителя, Тут труд преподавателя, доцента, профессора. Это все тоже, можно сказать, виды труда, но в широком смысле. В политико-экономическом смысле трудом, или, как Маркс говорил, в смысле Адама Смита, трудом является деятельность по производству материальных влаг, по созданию материальных влаг. Причем необходимо, речь идет не вообще, а речь идет о том, чтобы создание материальных влаг было бы непосредственным результатом этого труда. И вот на неизвестном этапе производительные силы начинают вступать в противоречие с теми отношениями, в которых они осуществляются. Потому что для того, чтобы производить, люди должны вступать в производственные отношения. И вот эти производственные отношения – это отношения, в которые надо вступать, чтобы производить материальные влага, называются производственными отношениями. Поэтому представьте себе картину – есть производительные силы, это люди и средства производства. Средства производства – это машины, оборудование, инструменты. Это средства именно в том смысле, что это некий средний член. Это тот элемент природы, непосредственно элемент природы, или преобразованный, который человек ставит между собой и результатом труда. И вот этот средний элемент, этот средний член этого высказывания, этого суждения, вот этот средний член этого заключения, он представляет собой средство производства. Так вот, есть средства производства, есть люди. Можно сказать, что есть люди – это субъективный фактор производства. Средний член материальный, он вещественен. А живой человек, тот, который с помощью средств производства осуществляет производство – это главная производительная сила. А вместе с людьми, которые производят главные производительные силы и средства производства, называются производительными силами. А производительные силы над собой имеют производственные отношения. Люди с помощью средств производства, если они в одиночку работают, копают что-нибудь там, или убирают, или стирают. Тут нет вроде производственных отношений. А когда речь идет о общественном труде, когда люди вступают во взаимодействие, скажем, в кооперацию. А кооперация – это совместная форма труда. Кооперация была в первобытно-общенном коммунизме? Была. Кооперация была в рабовладельческом обществе? Была. Почему? Потому что были рабовладельщики Латифундии, и там работники работали, то есть рабы, работали под началом какого-то управленца. Это был или их рабовладелец, или назначенный самим рабовладельцем какой-то кто-то из рабов. Кооперация была при феодолизме? Была. Потому что основная масса продуктов производилась где? На помещичьих Латифундиях, в помещичьих хозяйствах. И вот в помещичьих хозяйствах под началом управляющего работали на барщине крестьяне. Отработают три дня или четыре дня. У разных помещиков по-разному. И дальше пусть на своем участке работают без всякой кооперации. Мучаются со своей лошадкой, если у вас она есть, а если у вас нет, значит и без лошадки, без лошадные крестьяне бедные и так далее. И, наконец, если вы берете уже капитализм, то вот если вы берете простую кооперацию, когда ремесленники сидят в одном помещении и делают аналогичные вещи. Вы табуретку, я табуретку, Петров табуретку, Сидоров табуретку. И мы смотрим друг на друга и стараемся усвоить те приемы, которыми пользуется тот, кто больше произвел. Это тоже полезная вещь. Когда люди одно и то же делают, то появляется ревнование. Со-ревнование. А ревновать – это что? Значит завидовать. Это значит стремиться сделать больше или лучше. И так далее. Со-ревнование. Со-ревнуют. Соревнуются те, которые участвуют в общем труде. Это не конкуренция. Здесь никакой конкуренции нет. Они ничего на рынок не выносят. На рынок выносят хозяин. И этой простой кооперации. А есть такая кооперация, которая основана на разделении труда. Вы делаете ножки. Я делаю крышки для табуретки. Сидоров сколачивает. Петров зачищает. Иванов красит. А еще есть Федоров. Тот их потом относит в то место, где будут они складироваться, сушиться. И старается сделать так, чтобы они друг к другу не прислонялись. Иначе окраска будет иметь дефект. Вот это уже называется кооперация непростая. А кооперация, основанная на развитом разделении труда. И кооперация, основанная на разделении труда, называется мануфактура. Мануфактура. Мануфактурное производство. И вот первые формы капитализма и капиталистической собственности были связаны либо сначала с простой кооперацией, потом с мануфактурой. А уже когда есть мануфактура, настолько упростились отдельные функции. Ну, я делаю только ножки. Ну, что тут собственно ножки? Это надо сделать так, чтобы из круглой заготовки получилась такой четырехугольной формы ножка. Четырехугольная в сечении. Значит, нужно так, чтобы ее либо отрубать, либо рубанком, либо делать механический рубанок. Когда вам остается только вот вводить эту самую заготовку. И сначала с одной стороны, потом с другой, потом с третьей, потом с четвертой, потом подравнивать. И у вас получилась ножка. И вам нужен столбанок. Какой-то механический рубанок. А этот рубанок приводит в свое движение уже не людьми, а может быть лошадьми. Которые ходят по кругу и крутят колеса. И есть какая-то передача. Эта передача вращает режущую часть рубанка. А потом эту лошадь заменяют паровой машиной. А потом заменяют электрической машиной. И раньше она приводила в действие. Эта машина все одновременно на станки. А потом станки стали с индивидуальным приводом. С электрическим, как правило. Хотя паровые молоты были довольно долго. Значит, вот этот паровой молот работал так, как работает паровоз. Только паровоз переводит в движение. Там вот эти толчки дают не вращение колес в итоге. А вращение тех колес, которые приводят при известном трении опускание молота на заготовку. Но это уже вопрос технический. Вот такие мануфактуры, которые работают уже на основе машинного производства, называются, не догадайтесь. Такие мануфактуры, которые работают на основе машинного производства, называются фабриками. Поэтому это не просто слова, которые синонимы, которые берутся рядом или рядом положенные. Вот простая кооперация. Мануфактура. Простая кооперация, когда мы рядом сидим и делаем аналогичные вещи. Мануфактура, когда есть разделение труда. И каждый делает свою часть единого продукта, который предполагает уже управление. Потому что управление всегда необходимо, когда есть разделение труда. Например, кооперация так и определяется Марксом, как такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанном между собой процессах производства. Планомерно. Поэтому, когда люди говорят, что при капитализме нет планомерности, это неверно. При капитализме планомерность царит на каждом предприятии. Даже в самом начале, когда есть простая кооперация, она сохраняется, когда есть мануфактура. Она сохраняется и развивается тогда, когда появляются фабрики, заводы. И это управление. То есть, кооперация может охватить целую монополию. Монополию. При монополистическом капитализме. Ну, а Ленин писал, что единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. А Маркс писал, что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения производственного организма в целом. Вот Маркс написал такую формулу, сформулировал, ну и привел пример. Отдельный скрипач управляет сам собой, а оркестр нуждается дирижере. Что делает дирижер? Он обеспечивает связь индивидуальных действий оркестранта и выполняет функции, вытекающие из движения всего организма оркестра. То есть, чтобы он весь организм соответствующим образом звучал. Поэтому очень сильно все зависит звучание от исполнения, которое осуществляет оркестр или исполнения, которое осуществляет оркестр музыкального произведения от того, кто дирижирует. Поэтому знатоки музыки говорят, на этого дирижера я не пойду. Хотя дирижер, как говорится, ничего в руках, кроме такой палочки небольшой, которую он показывает, кому вступать и когда. И кроме движений, которые определяют, собственно говоря, общий темп. Потому что если вы один в одно время выступаете, другой в другой, так каждый должен вступить в свое время, и все должны слаженно выступать. Ну вот и производство на фабрике тоже представляет собой своего рода оркестр. И в монополии тоже. Хотя вот нынешняя, скажем, государственная монополия, которая у нас есть в России, этому понятию монополии не отвечает. Почему? Дескать, у нас говорят, вот у нас тоже империализм, монополистический капитализм. Где вы увидели-то эти монополии? Монополии есть у нас отдельные. Газпром, Роснефть, производство алюминия и так далее. А вот если вы возьмете всю систему государственных предприятий, и, казалось бы, если это государственные предприятия, или предприятия, в которых более 50% собственности принадлежит государству. Но на эти предприятия-то можно сделать было план? Чья собственность это? Если контрольный пакет на каждом предприятии больше 50% государства, значит, государство способно давать задания этим предприятиям. А предприятия обязаны выполнять, если они государственные? Ну, с точки зрения частной собственности. Обязаны. Но если частным собственником выступает государство, то есть совокупный капиталист в данном случае, ну, значит, можно иметь такой мощный государственный сектор, мощную государственную монополию, которая составила бы план. Не какие-то там вот, так называемые, национальные проекты, которые, во-первых, не национальные, потому что они нацию никакую не охватывают. Это они охватывают какие-то кусочки деятельности, отдельных производственных единиц, самых разных, причем совсем не обязательно государственных. Это раз. Во-вторых, они проекты. Видите разницу между планом и проектом? План – это то, что должно осуществиться. А проект вообще, по идее, тоже должен был бы превратиться из проекта в то, проектом чего он является. Но у нас, значит, это сводится к тому, чтобы проект как был проектом, так и остался. Ничего не изменилось, в принципе. За что ругает нынешнее новое правительство Мишустина тех, кто не выполнил проекты? За то, что они не истратили деньги, выделены на эти проекты. Вот главное – истратить деньги, которые… А что значит истратить деньги? Отправить деньги тому, кому они и предназначались. А кому они и предназначались? Ну, видимо, каким-то, может быть, дружкам или знакомым, еще кому. Мы не знаем. Я точно сказать не могу. Но не без этого. Вы же знаете, что уровень коррупции у нас достаточно высок. Поэтому проект остался проектом. Так когда этот проект будет реализован? Ну, реализованный проект – это не проект. Проект корабля. Вы хотите прокатиться на проекте корабля? А на проекте подводной лодки? То есть, как бы вы… Достаточно вам погрузиться на этот проект. Проект будет лежать на дне. И на этом распросятся с существующим миром. Ну, как можно вообще заниматься тем, чтобы называть проектом то, что вроде бы уже не проект? Нет, все равно повторяют. Это для чего? А для того, чтобы стереть разницу, границу между проектом и реализованным проектом. Потому что реализованный проект – не проект. Проект – дом, а это дом. Проект земельного какого-то участка разработанного – это не проект, а уже разработанный земельный участок. Проект пашни – это вспаханная земля, а не просто бумага, на которой написано «проект пашня». Ну и так далее. То есть, несмотря на то, что это такие простые элементарные вещи, казалось бы, это должны все понимать. Ну, это такое впечатление, что мы имеем дело с толпой дураков, которые как заведенные, как какие-то болванчики, повторяют какие-то глупости. Причем глупости повторяют на всех уровнях. И внизу, и вверху, и посередине, и так далее. Что это такое везде? Это не только проект. Ну, когда-то вы хоть какой-то проект закончите, покажите вы реализованный проект хоть один. Нет, а у нас это проект. То есть, тогда ко мне не подходи. Если вы увидите какой-то недостаток в моей работе, вот, скажем, я сейчас проект, у меня лекция или лекция, если это проект лекции, вы ко мне приходите и говорите, «Михалыч, вот вы тут сказали, вот тут, а вот вы еще закашлялись». Я говорю, «Так это проект». То есть, если вы сейчас ко мне будете какие-то предъявлять требования, дескать, ну, что вы так готовились, надо было там выпить чайку, прополоскать горло, а вы все рассказываете про проекты. Дорогой товарищ, ну, что вы нам рассказываете? Вы же специалист, преподаватель, со стажем, вот вы нам рассказываете про проекты. Это не стыдно вам? Стыдно. Так вот, я думаю, также надо судить тех, болтунов, которые все время нам болтают про проекты, ничего не могут, это вот пустые люди, это люди, которые ничего не могут довести до конца. Ни один проект не мог довести до результата. Есть проект, есть результат. Или я неправильно рассуждаю, или это вам непонятно, или это вам еще в детском саду не объяснили, что вот если мы горку насыпаем, вот там своими, и делаем какие-то куличи, есть проект кулича, а когда уже раз, сняли эту формочку, и вот уже кулич у вас. Так эти люди даже до кулича ничего не могут довести. Они все время только сыпят, и сыпят, и сыпят, и сыпят. Куда сыпят? Деньги сыпят, свои карманы. Вот эти все разговоры. Вот сейчас очень много вы можете видеть таких проектов, как, скажем, стоят огромные билборды, и на них написано, что если вы читаете этот надпись, значит, вы не дома. Логично? Логично. А раз вы не дома, вернитесь, пожалуйста, домой. А в чем суть-то этого проекта? А проект тут как раз реализовался. Проект состоит в том, чтобы они будут вешать такие билборды, а государство, денежки, которые взяты с налогоплательщика, то есть с вас, из ваших родителей, они будут отправлены на то, чтобы дать тем людям, которые выполняют эту функцию, вешают эти самые пустые, совершенно никчемные билборды. Вот это, в этом состоит дело. И причем, если вы включите телевизор, вы видите, сколько много, это о чем? Кажется, что как заботятся о людях, говорят, оставайтесь дома, самоизолируйтесь. Если я сам изолируюсь, то никаких не должно быть постановлений в отношении того, куда мне ходить, куда мне не ходить. И уж тем более штрафов не может даже предполагаться, если это самоизоляция. Ну, само. Вы само или вам не дают? Вот если вам говорят, что иначе вас будем штрафовать, так это не самоизоляция, а это называется арест. Домашний арест. Как вы себе представляете? Ну, как вот, можно ведь посадить человека, а можно под домашний арест. А можно посадить под домашний арест всех в возрасте от 65 лет, ваших, так сказать, бабушек, дедушек и так далее. Вместо того, чтобы рассказать людям о том, что когда вы ходите по улице, то вы постараетесь без нужды не вступать в никакие контакты. И если вы идете, то идите по правой стороне, как автомобиль. То встречный человек тоже идет по правой, и вы никак не контактируете. Но вот я наблюдаю, как танки идут. Неважно, он в маске, не в маске, он идет и ведет прямо на тебя. Тем более, что все, наверное, уже знают, всех просветили, что эти маски ни от чего не защищают. И поэтому, если вы, так сказать, проходит, он от вас в полуметрах. Если он заражен, то и вы заразитесь. Поэтому не в этом вопрос. Тем более, что основная масса у нас народа работает, работает. Не сидит дома, а работает. И работает она, как обычно. Поэтому тем более, надо думать о том, как правильно себя вести в условиях коронавирусной. Инфекции. Для этого существует управление. Управление не сводится к тому, чтобы что-то запретить. А вы не вдыхайте, тогда вы не вдохнете зараженный воздух. И так далее. Мало ли чего можно такое, на советах. Итак, что мы в итоге имеем? Мы в итоге имеем такое, скажем, движение, которое состоит в развитии общественного характера производства, все больше и больше в экономике осуществляется по плану в рамках одной и той же собственности. А если эта собственность охватывает государство, например, Китай, Китайская народная республика, там сейчас осуществляется тринадцатый пятилетний план. Если кто-то будет рассказывать, что во всем мире кризис, не рассказывайте сказки. Кризиса не может быть в Китайской народной республике, потому что там единый план. Там может плановые какие-то изменения быть, как всякий план, не догма. План – это инструмент. Даже лопату иногда останавливают и затачивают. Правильно? План можно и переделать с учетом каких-то новых обстоятельств. Но плановое есть. Возьмите вы деятельность военных. Уж больших изменений вы себе не представите. Сегодня у вас была эта рота, нет этой роты, был полк, нет этой дивизии. Там вот были пушки и танки. Нет у тех пушек и танков. А вот на левом краю они есть. Так вы как-то, наверное, передвигать будете. Что делают военные? Они все время планируют свои действия и рисуют на своих картах. И все это знают. И все это видели в кино и склоняются над этими картами. А вы видели, чтобы над картами развития нашей экономики склонялись кто-то из наших руководителей? Они говорят, вот это мы запрещаем. Вот, например, нам запрещается сейчас продавать маски где-нибудь в другом месте, кроме как в аптеке. Я слышал это постановление правительства нового. А в аптеках есть маски? Ну, я, поскольку их все-таки преподаю, и я, так сказать, соблюдая необходимые предосторожности, перемещаюсь по улице и захожу в аптеки, стараюсь в каждую попавшуюся зайти. Еще не было ни одной аптеки, где бы продавалась маска. Это как же так интересно подготовилась к чрезвычайным ситуациям наша экономика и наше общество. А как подготовиться? А вот как наступит буря, будем противобуренные препараты придумывать. Ну, как так можно? Представьте себе, начинается Великой Отечественной войны. И тут вдруг сразу идет решение Государственного Комитета Обороны начать производство противогазов. Это смешно. Ну, все противогазы все были заготовлены заранее, и это был неприкосновенный запас. И как вы думаете, на некоторую часть, на некоторых только тех, которые начальники или на всех? На всех. Ну, как можно? Представляете, опасность была первую мировую войну, были химические атаки. И страшные были жертвы, и в страшных мучениях люди умирали. Вот, я был в городе Ипри, в Бельгии, там, где такие бои были очень сильные, и там, где впервые в этом городе Ипр было применено боевое отравляющее вещество. Так оно и называется Иприт. Какое оно, как действует, какой вкус и прочее, никто, кто попробовал, это рассказать уже не может, то мы знаем, что оно, так сказать, страшным является ядом. и как же вот люди готовились, все страны, которые готовились, конечно, заготавливали необходимое количество противогазов, чтобы не было такого, чтобы вдруг мы оказались в такой ситуации. Ну, вот мы когда были на военной кафедре, у нас в университете, мы проходили военное обучение, нам после этого выдавали, присваивали звание младший лейтенант, ну, так мы бегали с противогазами, ты бежишь, хрюкаешь, не очень здорово бегать с противогазами, не очень хорошо. Ну, а что делать? Лучше бегать с противогазами, чем лежать в гробу. Ну, а как так может быть? Вот сейчас пришла инфекция, а что, она не могла прийти? А до этого додуматься нельзя. А у нас есть и министерство, и здравоохранение, и эпидемиологи, и науку и так далее. И вдруг, вот теперь, когда все увидели, тогда те специалисты, которые должны этим заниматься, говорят, надо развивать производство этих масок. Вот, хорошо. Нельзя продавать, сказала правительство Мишустина, никому, кроме аптек. А аптеки-то тоже не продают. Это же очень легко определить, надо слезть с этих машин или подъехать на машине к аптеке и посмотреть, как делают для контроля. Потому что всякое управление предполагает не только издание указов, а еще и такое идея, как вот сесть на автомобиль. Вот, товарищ Мишустин, сядьте на автомобиль, зайдите в аптеки, приезжайте к нам в Санкт-Петербург, это вторая столица. Здесь у нас проходят всякие мероприятия мирового масштаба. В этой второй столице невозможно купить ни в одной в аптеке никаких масок. То есть, стихийность, которая характерна для капитализма, она на всех распространяется, и поэтому к этому привыкли. То есть, если это капитализм, здесь это долго будет борьба, потому что здесь ничего не готово. Вот, сводится, действие сводится к тому, чтобы вешать билборды и запугивать всех по телевидению, по радио. Вот один наш товарищ, врач скорой помощи, товарищ Бобинов, выпустил такой ролик «Коронавирусы и профсоюзы» на видеоканале фонда рабочей академии. И он рассказывает, я, говорит, вот если другие удаленки, наверное, меня имеют в виду, то я как раз на приближенке. То есть, он, врач скорой помощи, он первый приезжает по первому звонку. Вы вызвали скорую помощь, там никто не спрашивает, заразный, не заразный, что за болезнь. Он никто не определяет. Вот он приезжает и вступает по необходимости в контакт. Говорит, у нас на всю нашу поликлинику имеется только одна маска, которая гарантирует, что не будет заражения. То есть, в случае непосредственного контакта. Все остальные маски этим свойством не обладают. Это во-первых. Во-вторых, во-вторых, несмотря на этот шум такой большой, поднят, о том, что ужас, кошмар, все, кругом, все, заражаемся, не знаю ли это у нас, пока мы ни одного случая коронавируса не выявили. То есть, это большая редкость, но в Ленинграде еще до 500 человек на 5 миллионов населения, которое считается населением Петербурга, кроме всего прочего, у нас очень много гастарбайтеров, до 2 миллионов населения, ну, 7 миллионов населения у нас будем считать. Вот на 7 миллионов населения у нас очень мало пока случаев заражения. Надо радоваться, и как бывает, в такие тяжелые, трудные моменты, надо сначала сесть и подумать, что сделать. А вместо этого идет нагнетание паники. И вот на этот санитарный нашел, вернее, врач скорой помощи, товарищ Бобинов, объясняет, что тут бабушка, ее до того затравили этим телевидением, что кругом все страшные опасности сейчас, смерть прямо за каждым углом. Стоит только дверь открыть, и тебя сразу схватит она, эта смерть. Что она вот кашлянет ночью, ей сразу померещится, что пришел этот коронавирус, и она расстает своей жизнью, она хватает трубку и дрожащим голосом говорит, ну я заболела, и так далее, и вот мы мчимся туда. Мы мчимся и рискуем, потому что нам должны хотя бы раз в два года выдавать новое бандирование, а нам выдают раз в пять лет. Примерно, что он есть. Потому что те денежки, которые должны пойти на закупку соответствующей экипировки наших врачей, или медицинских работников, ну раз они не потрачены на это, они потрачены на что-то другое, на другую статью. А статьей такой может быть повышение зарплаты руководителей. Поэтому руководители же имеют некоторую самостоятельность в распределении средств. Поэтому вот надо меньше шуметь на эту тему, меньше поднимать панику и по деловому решать эти вещи. Но это требование не мое. Это требование современной экономики. Почему? Потому что фабричное производство, фабричное производство, машинное производство требует кооперации, требует дисциплины. Кооперация это коэтосо, операция это действие. Кооперация это совместное действие. Совместных действий направленных к ее цели и обязательно планирование. Бесплановое. У нас государственный сектор бесплановый, стихийность. И раз в экономике у нас бесплановая стихийность. У нас стихийность на всех уровнях. Потому что экономика является решающей. Мои призывы сейчас являются глазом выпиющего в пустыне. Потому что у нас есть такой мощной экономики, которая производит более 50% ВВП в государственном секторе царит стихия. Отдельные предприятия, каждое из которых государственное, их можно было соединить в единый план. А всем остальным дать бы заказы. А в эти заказы включить бы этот мелкий бизнес. Что у вас получилось так, что мелкий бизнес разоряется? Почему он разоряется? Потому что этот мелкий бизнес не связан с крупным производством. Он не делает какие-то элементы и части того производства, которым занимается крупная промышленность, крупное хозяйство. А он выдумывает какие-нибудь шарики, свистульки и что-то печет пирожки, как это было 200 или 300 лет назад. Или он придумывает как продавать то, что никому не нужно, но для этого надо обманывать тех, кого он продает. И поэтому этот мелкий бизнес быстренько разоряется. Потому что он не связан, не связан. А у нас эпоха монополистического капитализма. Эпоха монополистического капитализма сначала уничтожается мелкий бизнес. Чем он уничтожается? Крупным капиталом. Потому что в конкурентной борьбе побеждает кто? Сильнейший или слабейший? Сильнейший? А после этого всякая мелкая производство цены повышает монополисты сразу в 2-3 раза. И тогда мелкое производство становится опять выгодным. Но это мелкое производство должно выполнять какие-то элементы или части. Наверное, вы знаете, что если есть производство автомобилей, то есть небольшие конторы или фирмы, которые могут делать часть элементов. обивки, какие-то приспособления для крепления стекла и так далее. То, что необязательно за три моря привозить сюда. То есть это элементарная вещь. Есть крупное производство, есть мелкое производство, есть в этом смысле крупный бизнес, есть мелкий бизнес. И не важно, что они в данном случае работают на прибыль. Основа-то все равно производство материальное. Материальное производство, всякое непосредственно общественный труд или труд, осуществляющий в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Вот поэтому мы сейчас находимся на такой стадии капитализма, который должен быть монополистическим, а он у нас какой-то стихийный капитализм. То есть он не дошел до уровня монополистического капитализма. Вот такая в этом смысле картина. А следующая стадия развития, как писал в свое время Ленин, единая капиталистическая монополия, в которой идет капитализм любой, в любой стране, но обращенный на пользу всего народа, вы же, примера, прекрасно понимаете, что у нас господствует экономически и политически господствует класс буржуазии. Те люди, которые являются эксплуататорами, которые живут чужим трудом, которые живут за счет прибавочной стоимости, которую он сначала отбирает у рабочих. Рабочий получает свою зарплату, цену своей рабочей силы, а остальное, то, что он отобрал этот капиталист, он пускает на то, чтобы заплатить врачам, учителям и преподаватели, мы все люди умственного труда получаем свои средства существования из рук рабочего класса или буржуазии. Не из рук тех, кто создает материальные блага, а из рук тех, кто эти материальные блага уже отобрал и потом делится с теми, кому он распределяет, чтобы те, кто получил, служили кому? Буржуазии. Поэтому существует такое утверждение и оно истинное, что общественное бытие определяет общественное сознание, если общественное бытие буржуазное, то и общественное сознание тоже буржуазное, потому что основная масса уже людей умственного труда вынуждена и объективно служит в целом буржуазии, а вовсе не рабочему классу, не трудящимся. Ну, а единая монополия, обращенная на пользу всего народа, означало бы социализм. У нас социалистических сейчас государств не так еще и много. Во-первых, потому что это вообще трудный процесс создания новых государств и нового общественного строя. Этот процесс требует революции, правильно? Мы об этом говорили. Революция это переворот, а не просто какие-то изменения качественные, а тем более количественные. Это во-первых. Во-вторых, если совершается социалистическая революция, то в результате социалистической революции получается что? Социалистическое государство. Государство. А что такое государство? Ну, мы об этом будем говорить. Сейчас можем кратко на этом остановиться. Государство это надстройка над производством. Производство представляет собой базис, а надстройка представляет собой вот то, что существует над этим производством. И что производством материальных благ не является. Поэтому нынешнее устройство общества или вообще устройство всякого общества это такое. Это Это материальное производство, то есть экономический базис, это способ производства, над ним соответствующая ему настройка. И вот этот такой взгляд на общество, как на способ производства, над которым возвышается политическая, идеологическая, юридическая настройка, это, как это называется, учение о формациях. О формациях. Формация – это такое понимание общества, которое в основу кладет то материальное производство, которое есть. И вот если мы в основу понимания развития общества возьмем этот подход, то есть формационный подход, который разработали Маркс и Энгельс, то тогда это многообразие в развитии общества сведется в движение по следующим важнейшим ступеням. Это, во-первых, первобытно-общинный коммунизм. Это первая общественно-экономическая формация. На чем основан первобытно-общественный коммунизм? На совместном труде. А какой труд? Был труд элементарный. Элементарное орудие труда, собирательство, охота. Так и самые начатки только в земледелии. А так, ну и труд по приготовлению. Надо, если вы поймали мамонта, надо его разрезать и жарить. А чтобы жарить, надо иметь костер. А чтобы костер не погас, а спички в магазинах не продаются за отсутствие в магазинах и спичек. Вот и зажигалки не продаются ни газовые, ни какие другие. Поэтому было два рода, два вида, как говорится, зажигалок. Или зажигалка такая, которая состоит в том, чтобы трением получить. Если вы будете тереть две дощечки, никогда у вас ничего не загорится. Потому что от этого трения не хватает энергии для того, чтобы температура была достаточно высокой. Поэтому хорошая зажигалка такая, зажигалка трением состоит в том, что есть такое отверстие. Есть палочка, которая вставляется в это отверстие. Есть веревочка, которая как лук, только с перехлёстом. Вот так ты вводишь, и она быстро-быстро-быстро крутится. И вам надо иметь очень легко зажигаемый тип ваты, какую-нибудь паклю. А пакля, так известно, или это мох, хорошо высушенный, который вдруг затлеет, когда при высокой температуре. Это один вариант. А если электрическая зажигалка была, мощная. Мощная электрическая зажигалка называлась молния. Она и сейчас есть, и сейчас работает. Эта электрическая зажигалка может всё что угодно зажечь. В том числе, если у вас какие-то жилища есть, и вы в жилище попасть. Ну, поэтому советовали, или раньше советовали прямо так, под самыми высокими деревьями, не надо размещать обязательно жилища. И вот оденьте, другое место. Или в чистом поле, когда нет другой вышки. Поэтому эта зажигалка попадает именно сюда. Именно это и зажигает. Ну, вот после этого люди ценили это. Раз такие сложные проблемы с зажиганием, то они поддерживали огонь. Поэтому, как уважают очаг, домашний очаг, он всё время должен гореть. Кто бы не пошёл на охоту, кто бы как себя не чувствовал, вы заболели, а поддерживать очаг всё равно надо. Потому что вы не только заболеете, умрёте от холода. Поэтому будьте, и если вы даже поймали мамонта, ну как его поймать? Ну, ловили мамонтов. Копали большую яму. Яму накрывали брёвнами, не сильно толстыми. Такими, которые, если наступит, закрывали сверху ветками и листьями. И вот мамонт идёт, раз туда и свалился. А у вас там кол острый. Он на этот кол упал. И, можно сказать, дичь готова, поймана. Осталось только ерунда разрезать. Попробуйте каменными ножами разрезать мамонта. Это будет тяжёлая работа. И это всё вот это производство материальное. Это всё материальное производство. Хотя, есть просто собирательство. Это, в общем-то, не производство. Вы видел орех? Сбил его палкой. Ну, это он же сбить надо его. Тоже производство. Так-то он сам по тебе не падает. Хотя, сейчас вот развелись такие экономисты, которые этого не понимают. Есть такой анекдот про обезьяну-экономиста, который подводит обезьяну к бананному растению. На нём банан. Обезьяна начинает трясти этот банан. А он не падает. И какие-то обезьяне показывают в угол. Вот говорят, думай. А в углу стоит палка. Обезьяна идёт, берёт палку и сбивает. Но она неграмотная, эта обезьяна. А есть экономисты, которые нам сейчас что-то предлагают. Планировать они не предлагают в рамках единой монополии. Понижать эту ставку, чтобы у нас кредита могла промышленность получать, не предлагают. Вот контролировать те задания, которые дают, тоже не предлагают. Они что предлагают? Вот привели этого экономиста. И та же задача. Банановое растение, это же не дерево банана, это трава. Ну, такая высокая, с большими листьями. И на ней бананы растут. Привели, показали. Задача такая, надо сбить банан. Он, как до этого обезьяна, трясёт. Ему говорят, думай. Но он же не обезьян, он поворачивается. Когда думать? Трясти надо. Вот это, так сказать, некоторые экономисты, рецепты которых никуда дальше не уходят, кроме того, что надо трясти. Или пугают тоже. Сидят и говорят. Ой, ой, сейчас нефть понизилась, цена, ужас. Что случится с нашей экономикой? Ну, что с нашей экономикой случится? Если цена на нефть понизилась, это экспортный товар. Значит, этот экспортный товар в более низкой цене завоюет больший рынок. Вы что, не знаете, в чём состоят торговые войны? Не знаете, наверное. Или те люди, которые пишут или об этом говорят с экранов, не знают. Например, очень сильная была торговая война, не так давно, между Соединёнными Штатами Америкой и Китаем, Китайской Народной Республикой. Из-за чего? Китай взял и понизил покупательную способность юаня. Ну, это то же самое, что вот понижение цен на нефть. А юаня, если понизить, то не только на нефть, цена всё понизится, на все экспортные продукты. И значит, все китайские продукты на мировом рынке стали дешевле, чем американские. Или что из этого получается? Американские никто не покупает, покупает китайские. И китайцы захватывают американский рынок. В том числе и американский рынок, не только рынок тех американских товаров, которые во всём мире, но и в самой Америке, в Соединённых Штатах. Поэтому Китай, значит, эту меру осуществляет, ему заявлял президент, что мы это не допустим, мы возражаем это. А китайцы сказали, не ваше дело, это наше, хотим, продаём дешевле. Имеют право? Имеют право и продают. Поэтому вот сейчас страху нагнали. У нас, у нас. Вам-то что плохого от того, что нефть салонимет? Что от того, что экспорт пошёл шире наш, российский? Что за беда, что за люди? Ну, мы рассчитываем на вас, что вы обучены, будете все эти конфликты разрешать, всё это людям объяснять. Но я что могу, что знаю, то и рассказываю. Что знаю, то и пою, как говорят. Вот это первобытно общинный строй или первобытно общинная формация. Формация – это такое понятие, которое представляет собой общественную форму, которая содержит основу для всех других проявлений общественных. Например, если я беру только общественное производство и только настройку политическую, идеологическую, юридическую, что я не беру? Язык, национальность не беру, нацию не беру. Я не беру язык, соответственно, тоже. Искусство не беру. Ну и так далее. Все такие вещи там. Спорт не беру. То есть, сюда в понятие общественно-экономической формации входят не все проявления общественной жизни, а только А – самое основное, а это производство. И то, что непосредственно связано с этим производством, оно либо этим производством управляет, либо прямо зависит от производства. Например, какой класс в производстве господствующий, такой господствует, как правило, и в политике. И если вы думаете, что выборы определяют, кто победит, ну это детский сад. Скажите, пожалуйста, кто главнее, кто важнее, кто сильнее – капиталистический класс или президент Путин? Все говорят, вот, президент, мы нападают на него. Но что вы хотите? Вот вы бы стали президентом, как вы думаете? Вы бы выполняли то, что требует капиталистический класс, или капиталистический класс выполнял бы то, что вы потребуете? Да он вас быстренько выкинул бы, в лучшем случае выкинул, а так бы осталось от вас мокрое место. Но это наивность такая в применении общественной действительности, наивность, которая состоит в непонимании того, что существует закономерности в общественном развитии. Вот есть какая формация, такое руководство. Вот если вы другую формацию хотите, это называется революцией, а революцию надо готовить. А готовить это не значит протестовать. Протестовать, если вы протестуете, ну и протестуйте сколько хотите. Вот соберется миллион и будет протестовать. Ну 5 миллионов будет протестовать. И что? А потом они все разойдутся по домам и пойдут пить чай. Потому что из протеста, из отрицания никакого позитивного действия не совершается. А кто может совершить революцию? А революцию совершает не толпа, потому что толпа может что сделать? Разбить винные магазины, выпить вино и разбить стекла. перевернуть автомобили и еще раскидать мусорные баки. Нам показывает современная цивилизация, французская, как это делается. Ну и что от этого? Ну разбили вы. Во-первых, те, кто вам продают вот на этой улице, они никакого отношения непрямого к тому, что там принимается наверху, не имеют. Ну продавайте, вы разбивайте эти магазины. А им-то все равно. Никто за эти магазины не собирается никому давать компенсацию, выплачивать. Вот. А существует отряды вооруженных людей, которые вооружены винтовками с резиновыми пулями и с газовыми гранатами, которые, так сказать, имеют какой-нибудь газ, который не является ядовитым, но заставит вас плакать. Слезознатчивый. И вот вы, значит, только что вы кричали, а теперь будете плакать. После того, как покидает эти самые гранаты. Вот и все. Поэтому. А есть идиоты политические и провокаторы, которые зовут людей на эти самые протесты. Из протестов что бывает? У нас же есть вот русская великая литература, которая давно объясняла про бунт бессмысленный и беспощадный. В том смысле, почему он беспощадный? А потому, что пощады нет никому, в том числе и тем, кто бунтует. Поэтому никакого результата позитивного из бунта не бывает. И не надо путать бунт о революции. А революция требует чего? Она требует, прежде всего, наличие более передового класса. И этот передовой класс должен сорганизоваться. Если он представляет собой толпу, его будут угнетать. А если он сорганизуется, наверное, он первое, что сделает, будет добиваться сокращения рабочего дня. Он будет добиваться увеличения реального содержания заработной платы. Он наладит свои профсоюзы. Он сделает мощную и сильную партию. Потому, что партия – это голова класса. А если у вас всадник без головы, то, как вы понимаете, этот всадник никого не пугает. И никого никогда не запугает. Или этот вроде того, как есть неуловимый Джо. Знаете, почему он неуловимый? А потому, что он никому не нужен. Поэтому никто его не ловит. А потом он и неуловимый. Чего вы улавливаете? Вот такая картина. Следующим этапом развития общества после первобытно-общинного – коммунизм. А почему коммунизм? Ну, потому, что общая собственность. Коммунизм означает общий. Не надо раскрашивать коммунизм, что это такое чудо необыкновенное. Но когда вы сообща что-то делаете, это коммуна. Вот вы сообща живете в доме, поэтому у вас коммунальное хозяйство. Коммунальное – это какого слова? От слова «коммуна». Коммунальные службы. А была парижская коммуна. Она также не по предприятиям организовывала рабочих, как в Иваново организовывали советы, и как в Москве, в Петрограде, по фабрикам и заводам. А они по коммунам. Ну, по коммунам и потерпела поражение эта парижская коммуна. Потому, что это совсем слабый такой принцип организации. Вы всех знаете, кто живет в вашем подъезде. Я не всех, кто живет в моем подъезде. Потому, что мы с ними встречаемся и киваем только «здрасте, здрасте». И то, так сказать, редко. А вот другое дело, вы вместе на заводе были. Поэтому организовываются люди по фабрикам и заводам, а вовсе не по коммунам. То есть, для того, чтобы получить коммунизм, нужно не по коммунальным хозяйствам ходить, а нужно для этого организовываться по фабрикам и заводам. Но в том случае, когда речь шла о первобытном общинном коммунизме, речь шла о организации общего хозяйства в рамках общей собственности и командовали всем женщины. Поскольку женщины не дадут оставить голодных детей или мужчин, которые будут потом идти добывать новые продукты, а все съели женщины и дети. Вот женщины этого не допустят. Поэтому, пока они руководили, был порядок. Никаких пьяниц не было и водки не было. Водку собрали не так, собственно, и давно. Почитайте, это всего несколько сотен лет прошло. А у нас тысячелетие, если до того периода, когда у нас был первобытный общинный коммунизм. Но когда выросла производительность труда, стало возможным не всем вместе что-то производить, а захватив в плен тех, кого вы могли убить, противников тех, кого вы победили, захватив в плен представителей другого племени, вы можете пойти и одной семьей с этими самыми рабами вести хозяйство. И появилось рабовладение. Рабовладение появилось где? В экономике прежде всего. Но раз появилось рабовладение, теперь нужно все, кто является рабовладельцами, себя должны защищать. От кого? Во-первых, от рабов. Потому что рабы изначально, это представители другого племени. Может быть, высококультурного. И может быть, очень даже хорошие воины. Поэтому они в один прекрасный момент отнимут у вас ваши мечи и вас всех убьют. Поэтому, если вы хотите сохранить это самое общество, сохранить рабовладельцев, то эти все рабовладельцы должны объединяться. Они стали объединяться в одно государство. Они стали объединяться в государство, а и совместно защищаться. Что для этого нужно? Все рабовладельцы должны были прекрасно владеть мечом, а не только словом. А то рассказывают, какие выступления были, какие были ораторы на форуме. У нас вот из всего рабовладения взяли, можно сказать, некоторые товарищи только привычку по ночам в чате сидеть и болтать, болтать и болтать и болтать. Вот это называется форум. На форумы вышли. Форумы это оттуда, с того времени. Это вот люди, которые только болтают и никаких действий не совершают общественных, они на уровне вот этих самых рабовладельцев находятся. Это дело полезное вообще разговаривать, выступать. Хотя может быть и бесполезное, потому что болтавня сама по себе не является таким средством преобразования мира. И диванные войска еще никогда не победили ни в одной войне. Танковые там есть, орудия, так сказать, есть артиллерийские, пехота, но диванные войска еще ни разу нигде не выигрывали. И если вы думаете, что эти войны ведутся только посредством, так сказать, беседы в интернете, то я думаю, это большая ошибка. Хотя полная иллюзия вот сейчас, что я вот рядом с вами, хотя мы твердо знаем, что мы разъединены, у нас нет никакого контакта, кроме такого, который идет посредством тех технических инструментов, которые мы применяем. Это компьютеры, это радиоволны, как вы понимаете. Ну, вот как вы думаете, как сигнал идет с моего компьютера к вашему компьютеру? Ну, или он к компьютеру тому товарища, того товарища, который осуществляет запись. Как он идет? Он так и летит по воздуху без всякого контакта. он совершенно защищет. И никакой коронавирус к нему не прицепится. А потом, а потом, значит, эта лекция будет вывешена, раз она, вот вы ее смотрите, она вывешена. А раз она вывешена, то, значит, вы набрали фонд рабочей академии YouTube и видите эту лекцию. А, значит, если вы ее видите, значит, вы вышли со своего компьютера в мировую паутину, не для того, чтобы в ней запутаться, а для того, чтобы по соответствующему адресу найти вот эту лекцию и вы ее смотрите. Вот. И по этим радиоволнам с соответствующего сайта на ваш компьютер поступает, а как поступает к вам? Либо у вас оптоволоконная связь, либо другая проводная связь, которая гарантирует просто более быстрое распространение этих радиовол, но по проводам. Но по проводам не электричество здесь имеется в виду, электричество у вас отдельно подводится, как вы заметили. А здесь идут радиоволны соответствующие частоты, так, оптические. А с другой стороны, может быть, если у вас есть, если вы смотрите это на телефоне, то, как видите, никаких проводов нету еще от, скажем, того устройства, которое есть либо у вас, либо оно просто, либо эти волны, вы их берете из воздуха, как так сказать, из атмосферы, и вот вы на своем телефоне видите меня и видите и слушаете эту лекцию. Ну, это же прекрасно. Вот она борьба-то с коронавирусом. Вот надо этим и пользоваться. Мы этим и пользуемся, а не запугивать людей, что изолируйтесь, изолируйтесь, не смотрите мою лекцию, а посмотрите, и вдруг изразитесь. Не надо пугать друг друга, потому что самое страшное дело паника на фронте или в предфронтовое время расстреливали сразу паникюров. Сейчас бы надо парочку паникюров расстрелять, и такой бы паники уже не было, и пусть займутся делом. Так, вот теперь рабовладельцы соединились вместе и создали соответствующую организацию, которая будет а ловить убежавших рабов и если они будут поднимать восстание, громить этих рабов и убивать. Что это за организация? Эта организация называется государством. Машина насилия для осуществления политики определенного класса. кто открыл государство? Открыл государство рабовладельческий класс. Вот он открыл. Это великое открытие, которое потом долго стало существовать, потому что после падения рабовладения, а некоторые думают, что рабовладение пало потому, что какой-то царь разгромил прежних царей, а того царя разгромили, бармары прибежали и великие государства разгромили. И тогда установился не строй рабовладельческий, а строй феодальный. На самом деле, как учит теория общественных экономических формаций, дело не в том, кто кого разгромил, а те, кто является носителем более передовых общественных отношений, производственных, вот они могут разгромить и обязательно разгромят тот строй и те государства, которые не являются носителями передовых отношений. Вот упали, пропали государства рабовладельческие, а они ведь потом не восстановились как рабовладельческие, а восстановились уже как феодальные. А в чем разница? А разница в том, что непосредственный производитель, работник, он уже не в состоянии находиться вещи, которые можно убить в любой момент. Просто говорящая вещь, он не человек, он рам. Вот все рассказывают, какая его великая была афинская, римская демократия, что это власть народа, а народом кто считался? Только рабовладельцы, а если вы раб, то вы не народ, а если будете со мной спорить, я вас убью, причем раз мечом и как убийство раба считалось преступлением? Нет, наоборот, это же говорящие орудия. Вот это элемент богатства, если есть богатые рабовладельцы, у них много рабов, есть бедные рабовладельцы, у них мало рабов. Вот и все. Если будет восстание рабов, надо его совместно подавлять, а совместно вооруженные до зубов рабовладельцы, конечно, смогли подавить и восстание Спартака, которое тоже было хорошо вооружено и подготовлено, но тем не менее силы не равны, потому что с государством бороться тяжело, как вы понимаете. Государство лучше вооружено, чем отдельные граждане, тем граждане Афины, Лерима и так далее. В чем причина смены общества? Было общество рабовладельческое, рабовладельческая формация. В основе его лежало какое производство? Рабовладельческое производство, а настройка была государства рабовладельцев. То, что оно демократическое, это просто форма такая. Прежде чем тебя убить, сначала там люди, которые будут тебя убивать, сначала проголосуют, как будут убивать и кого будут убивать и сколько будут убивать. Вот в чем демократия состоит правовладельческая. А что касается рабов, то есть того, кого мы считаем народом, вот как раз этот народ никоим образом к власти не допущен. Поэтому всякая государственная власть, как говорит уже наука общественная, которую развивали Маркс, Энгельс, Ленин, всякая государственная власть есть диктатура определенного класса. Поэтому рабовладельческое, демократическое государство и рабовладельческая демократия это диктатура рабовладельцев. А что такое диктатура? А диктатура это власть не ограничена никакими законами. А почему не ограничена? А потому что они сами законы свои плодят. Какие хотят, такие законы сделают. Это, наверное, вы и сейчас понимаете, что если сейчас идет обсуждение поправок Конституции, какие поправки предложили, так и будут и приняты. Вы сомневаетесь в этом? Я, например, не сомневаюсь. Почему я не сомневаюсь? Ну, потому что если у нас правящий класс, так он и правит. А если у нас буржуазная демократия, то она действует в интересах кого? Кто у нас, так сказать, осуществляет диктатуру? Буржуазия. Значит, раз буржуазия осуществляет диктатуру, что же она поправкой не примет, что ли? В своих органах. А всякие разные ступеньки этой демократии, вроде Дума, федеральные собрания и так далее. Это что такое? Это те органы, формы, в которых осуществляется эта диктатура. Прежде чем вас посадить в тюрьму, сначала надо проголосовать. За что? А закон, по которому вас могут посадить в тюрьму. А когда закон уже принят, тогда есть уже исполнительные органы государства. Они приходят к вам и говорят, пожалуйте на самоизоляцию. Потому что когда вас посадят в тюрьму строгого режима, но это будет, правда, не самоизоляция, а будет изоляция от общества. Сначала осуществляется изоляция в СИЗО, следственном изоляторе, потому он и изолятор. И люди поэтому на таком языке и говорят, которые как раз этим занимаются. Поэтому для них эти слова близки. Вместо того, чтобы сказать, что вы не совершаете прикосновений друг к другу, и когда на улице встречаетесь, идите по правой стороне все. Если все будут идти по правой стороне, никто никогда не столкнется. Ну, как машины. Машины же, если по правой стороне едут, они едут по левой. Ну, сейчас надо жителям ходить по правой стороне. А если говорят об изоляции, и если для этого принимаются решения региональных каких-то органов и государственных органов в целом, то это что такое? Это разве не само или это не само? Это же принуждение. Раз принуждение, это форма диктатуры. Вот вам, так сказать, вас обязывают. И вот если бы вы попали бы в следственный изолятор, то разница была в том, что вас бы оттуда не выпускали ходить с собачкой и не выпускали бы в магазин. Вам бы приносили еду, и варили, и кормили. И не надо было бы денег тратить. А тут у вас и денег нет, их не получить. Потому что у вас, может, работы уже нет, она рассыпалась с работы, или не платит деньги у работодателей. И от того, что вы выйдете в магазин, ну, посмотрите, как на картинку, что там есть в магазине, но вы ничего не купите. А если вы попадете в СИЗО, вас будут кормить. В СИЗО там хорошая изоляция, и изоляция там есть, и кормят. А если вы не в СИЗО, а уже попали в тюрьму, не дай бог, а в тюрьме, вам гарантирован один час прогулки. Поэтому, вот, до чего сейчас народ запугали, что ему хуже хотят сделать, чем в тюрьме. Что больше не выходите на улицу вообще. Так если не выходить на улицу полтора месяца без свежего воздуха, что вам врачи раньше говорили? Они что, если все рецепты пропали, что нужно свежим воздухом дышать? Выкинуть их надо, эти рецепты. Ну, вот такая картина, которую мы наблюдаем. Но это диктатура. А диктатура есть диктатура. Если диктатура буржуазия, то она ее осуществляет. Если диктатура феодальная, то феодал ее осуществляет. Феодальную диктатуру осуществляет кто? Там никто не играет ни в какую демократию. Были, правда, такие демократические органы в Пскове и в Новгороде, как в Вече. Новгородская, Псковская. Ну, как вы думаете, там не крепостные крестьяне собирались на этой Вече? Поэтому никакого там народа не было. А народом, так сказать, считались народные Вечи. Народом считались представители высшего класса, то есть феодалы. То есть помещики. Собрание помещиков. Собрание помещиков, князей и так далее. В основе перехода к феодализму стояло изменение в производстве. Производительные силы уже появились такие машины, что их рабу давать было нельзя. Почему? Сломает. Почему? Почему раб сломает эти машины хорошие, хитроумные, которые уже разработаны, получены? А разработать можно тогда, когда уже имело место разделение между умственным и физическим трудом. Были люди, освобожденные от производительного труда. Они сидели и обдумывали, какие сделать машины. Появились машины по разбиванию стен мощные. Появились машины, по которой бросали ядра или камни на большое расстояние. Машины разные были. Так вот, для того, чтобы современные машины сельскохозяйственные пустить какие-то в ход и механизмы, для этого рабовладение было неподходящим способом организации труда. Потому что раб относился к средствам производства как орудием своего угнетения и порабощения. Вот для того, чтобы это не было угнетение и порабощение, для этого нужно сделать изменение в отношении между господствующим классом и классом подчинённым. В чём отличие крестьянина крепостного от раба? А в том, что крепостного крестьянина убить нельзя. Крепостной крестьянин по-прежнему собственность хозяина, помещика. Так, он собственность, но он уже не просто говорящее орудие. Он, во-первых, имеет возможность работать на той земле, которую ему выделил помещик, на себя. Вот на тех участках, которые ему наделил, на наделах, которые ему выделены, он может работать 3 или 4 дня в неделю. А в остальное время он должен работать на барщине. Не будет работать на барщине, не будет у него и того участка. И он умрёт. Поэтому деваться ему некуда. Но никто его и не убивает. Хочешь, так сказать, приходи, 3 дня в удовольствие работаем на барщине. Знакомься с передовыми технологиями в сельскохозяйственном производстве. А потом идей там со своей сахой и ковыряйся. Если есть, у тебя лошадка, хорошо, будешь однолошадный. А если нет лошадки, будешь безлошадный. Ковыряйся тогда мотыгой или лопатой, чем хочешь. И как-то так и проживёшь. Вот в чём состоит основа феодальной формации. Ну вот дальнейшее развитие шло. И феодальная формация стала сдерживать развитие производительных сил. Потому что появились уже не просто простая кооперация в городах и мануфактура. А появились уже фабрики. А фабрики требовали рабочих. А чтобы были рабочих, что нужно сделать? Надо, чтобы крепостных крестьян, которые будут убегать от пометчиков, не наказывали, по крайней мере. А ещё лучше, если вообще уничтожить эту крепостную зависимость, тогда крестьяне пойдут в город. И придут в город, и попадут они на фабрики. Вот у Ленина есть большое исследование развития капитализма в России. Это том 3 полного собрания сочинений. И там говорится о том, что рабочий в городе получал больше, чем если он работает батраком в деревне. Или полупролетарий. Или даже просто крестьянин. Поэтому народ стал двигаться в город. Убегали даже от помещиков. И не остановить был этот процесс. И во всяком случае буржуазия выступила организатором крестьянской борьбы за освобождение от крепостничества. Хотя были отдельно крестьянские войны. И эти крестьянские войны, раз они не ставили своей целью уничтожение феодализма и переход к капитализму, все потерпели поражение. Это наука для тех, которые думают, что какие-то протесты могут что-то дать. Ну протестовал Сень Каразин, там и Булавин, Кондрат. И протестовали крестьяне во главе с Пугачевым. А потом государство направило лучшего вообще полководца во всей человеческой истории Суворова, чтобы он привез этого Пугачева на казнь. Потому что это могучее, феодальное, военизированное государство. И с ним не справиться. А почему не справиться? А не потому, что нет силы, а просто потому, что эта сила не имеет никакого позитивного направления. Ну кто такой Степан Разин? Кем он для тех крестьян, которые участвовали в крестьянской? Это вот такой добрый царь. А царь не может быть добрый. Поэтому, а кто такой Емельян Пугачев? Тоже, так сказать, добрый царь. Никакой у них, так сказать, никакой идеи о создании другого общества у них не было. Такие идеи появились уже в эпоху просветительства. И вот великие ученые, в том числе французские, просветили, что надо освободить от крестьянской зависимости работника, и тогда будет другая жизнь. И тогда начались буржуазные революции. И после буржуазных революций установился буржуазный строй, смысл которого состоит в чем? А в том, что работник не находится в отношении личной зависимости к тому, кто использует его труд. Вот, свободный рабочий, хотите, идете на эту фабрику, не хотите, идете на другую фабрику, не хотите и на какую фабрику, ну и не хотите, и умрете с голоду. Вот в чем состоит капиталистическая свобода. То есть, организованы фабрики, на которые либо вы ходите, а у вас ничего нет, кроме рук. А раз у вас ничего нет, хозяйство товарное, что-то вам нужно продать. А что вы можете продать? Только руки можете продать, свою рабочую силу. Вот цена этой рабочей силы называется зарплатой. Нормальная цена – это по стоимости. Вот сколько вам нужно для нормального воспроизводства, это такая-то цена. Ну, кто это по нормальной цене будет вам продавать? Но если даже у вас цена нормальная, то это значит эксплуатация осуществляется, и эксплуатация очень сильная. Потому что работник создает стоимость своей рабочей силы, а все остальное – это прибавочная стоимость. И это стоимость прибавочного продукта, который он передает капиталисту. И вот новое общество, которое возникло в результате буржуазных революций, которые проводила буржуазия, или лучше сказать, которые крестьянской массы и рабочие в этом участвовали, под руководством буржуазии осуществляли буржуазные революции, через которые прошел весь мир, привели к созданию буржуазных государств, буржуазного общества. Причем, что характерно для буржуазных революций, уже экономика во многом была буржуазной, уже были фабрики, уже были заводы, уже в городах это все развивалось. Поэтому во многом буржуазные революции закрепляли уже то, что есть, опирались на это, и полностью убирали всякие феодальные перегородки. Особенно, если великая эта революция, как французская. Вот у нас революция была хилая, буржуазная в России, невеликая, поэтому революция прошла, а землю крестьянам так они отдали. Это же задача буржуазной революции, отдать крестьянам землю и разделить ее по едокам. И эту революцию попутно следующему рабочему классу пришлось решать одновременно социалистическими задачами. Потому что задача разделить землю по едокам – это сугубо буржуазная задача. Когда вы разделите эту землю, то снова начнется процесс, одни будут богаче, другие беднее. В одних родится больше мальчиков, в других больше девочек, одни выйдут замуж, а другие женятся. Одни будут богатые и мощные семьи – это кулаки, и они будут эксплуатировать других. Будут середняки, которые никого не эксплуатируют, и будут бедняки, которые будут работать. Или батраки, то есть сельскохозяйственные рабочие. Вот это уже буржуазная форма производства. То есть, если мы говорим на языке общественно-экономической формации, то феодальная формация построена так. Есть феодальное производство помещичьи, есть феодал, есть у него крестьяне. Крестьяне работают обязательно на барщине и у себя на участках. А участки принадлежат тоже феодалам. Феод – это мера земли. Феод. Соответственно, феодальное государство – диктатура помещиков. Как раньше была диктатура рабовладельцев. Потом приходит новое общество. Как говорится, новое, буржуазное. Работник непосредственно стал свободным от психо, в том числе от пищи. То есть, построена фактическая эксплуатация не на каком-то форме принуждения, а на экономическом принуждении. Хочешь кушать – иди, нанимайся. И создавай прибавочную стоимость для капиталиста, тогда и сам просуществуешь какое-то время. Вот поэтому, если говорить вообще о конфликтах самых мощных и массовых, то есть такие конфликты, как мировые войны. В них втягиваются миллионы, десятки, а то и сотни миллионов человек. Но это не самые крупные конфликты. Самые крупные конфликты – это социальный. Переход от одной формации к другой. Буржуазные революции прошли во всех ранее. Ну, или почти всех. Где-то еще задержались, вроде Арабских Эмиратов, с этой революцией. А так, надо сказать, во всем мире прошли буржуазные революции. Во всем. И весь мир освободился от рабовладения. Поэтому такой конфликт, как революция, это то, что неизбежно приходится проходить каждому народу, каждой нации. И это надо иметь в виду. И вот этот самый капитализм. Вот он развивался, развивался, развивался и дошел до своей монополистической стадии. Таким образом, развитие общества идет путем восхождения по ступеням общественной лестницы. Но основы этой лестницы составляют не государство, и не явление в области духовного развития, а основу составляют материальные производительные силы и соответствующие им производственные отношения. Вот производительные силы в единстве с производственными отношениями образуют способ производства, и, соответственно, история знает следующие способы производства. Первобытный общинный способ производства, рабовладельческий способ производства, капиталистический способ производства и коммунистический способ производства. Кстати, никакого социалистического способа производства ни наука, ни практика не знает. Социализм – это просто коммунизм на той стадии его развития, когда еще не полностью уничтожены следы выхождения из капитализма. То есть коммунизм со следами, с родимыми пятнами капиталистического общества. Вот как происходит движение от одной формации к другой. И переход от одной формации к другой всегда представляет собой революцию. Соответственно, тому, какой строй создается. Потому что революция – это не бунт. Революция – это созидательный процесс, скачок и переворот. Переворот, в ходе которого на место одного класса, который был господствующим, встает другой, который прежде был подчиненным. Вот что такое формация. А как узнать границу между формациями? Граница между формациями определяется тем, какой класс у власти. Вот если прошла буржуазная революция, и хотя и до буржуазной революции в экономике господствовала буржуазия, а формация была еще феодальной. А буржуазная революция состояла в том, что прогнали помещиков, и сами капиталисты стали править. И до тех пор, пока не изменили государство, все еще формация считалась буржуазной. Или наоборот. Вот когда установилась советская власть как форма диктатуры пролетариата, когда рабочий класс пришел к власти в России, то что тогда произошло? Значит, началось становление общественной экономической формации новой, коммунистической. Но в экономике ничего коммунистического не было, в экономике царил капитализм, и пошел длительный переходный период до середины 30-х годов, когда создавалось новое производство, уже социалистическое, основанное на общественной собственности, а формация считалась коммунистической. Поэтому вот и называются сейчас социалистические страны. Это все те страны, в которых прошла социалистическая революция. Китай – социалистическая страна, Куба – социалистическая страна, Вьетнам – социалистическая страна, Лаос и Корейская народно-демократическая республика – тоже социалистическая страна. А страной, в которой построен социализм, из тех, которые сейчас существуют в социалистических стран, является только Корейская народно-демократическая республика. Так что слова «социалистическая страна» относятся к чему? Относится к тому, что в этой стране произошла социалистическая революция, не более. А построен или не построен социализм – это отдельный большой вопрос. В Китае социализм еще не построен и долго будет строиться. Но уже 55% ВВП производится на государственных предприятиях. Имеется плановое хозяйство. И главным является государственное плановое начало во всей экономике. Позвольте мне на эту лекцию закончить, посоветовать вам не контактировать, если вы выходите на улицу с теми, кто идет к вам навстречу, и стараться на улице не разговаривать, чтобы поговорить. Можете даже на улице позвонить друг другу и поговорить. Вот и все. А изолироваться от знаний, от науки я очень не советую. Потому что нельзя изолироваться от сущности человека. Потому что сущность человека общественная. Нельзя самоизолироваться от самого себя. Это самоубийство. Поэтому одно дело – физические соприкосновения. А другое дело – это общение, которое совершается с помощью современных средств массовой информации, массовых коммуникаций. Давайте их широко использовать. И данная лекция является одним из элементов такого использования. Успехов! Хорошего изучения социальной философии! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok